Ростовский, я в Двору, Ростовский, что вы мне проявили, я ведь не нападаю тебе Едем в Тверь, где писал свои песни, жил, родился наш Михаил Круг Значит, встречайте мои сверечи Пам-пам-пам-пам Наше путешествие в этот замечательный город, русский родина нашего Михаила Круга Начинается Дорога, в принципе, нормальная Мы ехали из Калуги, проехали 5 часов Ехали в Тверь Прикольно Вот такой город Двор Пролетарки, еще недалеко до этого, да? 10 градусов тепла 5 июня, это парадокс Лето, 2018 год 10 градусов тепла, завтра вообще обещают 6 А вот он город 40 лет ровно проживал здесь Миша Круг Центральный район Поворачиваю, движаю неправильно Едем навстречу Марине Базановой Первой любви Миши Круга О, какие люди Всем привет Это Марина Базанова Мы наконец-то встретились Сколько переписывались, наконец-то встретились Да Вообще население приблизительно Ой, вместе с гастарбайтерами Будем говорить Ну, где-то 1700-1800 Ну, разросся город Я смотрю, такого старого Да это, наверное, какие-то прямо Самый старый, вот где я работаю Вот видите, тут даже деревянные дома какие-то стоят Ну, вот называется, да, район паралитарский Нам прямо Да Вот это паралитарка Да, правильно едет Нет, свет-то какой? Зеленый, зеленый А, то я это, что-то напугался Нет, я просто сама за рулем давно Не-не-не, я понял Светит еще в этом Ну, то есть, вот это уже еще старые постройки Ну, сталинские, будем говорить Сталинские Ну, да, сталинские Да Вот здесь была фабрика-пролетарка, которая построила этот Морозов И ее, короче, благополучно развалили И сейчас там Лужкова, жена, в свое время сделала, как бы, центр Рубин Они везде успевают Да, они, ну, короче, понастроили, как везде У нас там, да, в Калужской области Лужкова, говорят, какие-то фермы Что-то ездил, тоже, знаете, вот, раз, вот, пролетарка, да, написано? Или что это? Ну, да, да, это как бы Нет, это не дом культуры, это всякое А, ну, понятно Раньше была администрация пролетарного А что на них ешили? Практически все Так они делали Ситиц Миша пел Тверского ПШО Гарант Это же есть какой-то, это швейная, я так понимаю, да, в одной из писем? Правильно я назвал? Гарант Я не знаю Ну, я имею в виду, ну, может быть, да Ну, наверное, Паша Вот, тут, значит, пытались сместить Морозовский Не смогли и на его фундаменте сделали вот этот вот Вот этот вот Вот такой, да? Да, вот этот вот, в котором ни одного человека нету Везде одно и то же Да, да, да Просто Тверь, да, вот Михаил прославил этот город Вот именно, он сам рассказывал даже, что И дворец культуры пролетарка у нас И сейчас Как он сам говорил, по словам, что по тепловозам знали И вот мне еще жена Елена напомнила под джинсами дверь Помните такие? Да, да, да Вот здесь ошибся Вот они, Морозовский казар Начинаются И они туда, вот в Кунипеду Мишка там обратились Ну, мы поближе потом подъедем А я не знаю, где он летит, если честно А он сказал Я прям покажу, где Нет, я честно Просто он там жил-то к 4-х лет Он просто песню написал Поэтому прославил эти Морозовские казармы Он там особо-то и не был Я покажу, где он существует Да, да На Роженикице Вот в Хрущевке в этой двухкомнатной квартире И покажу, где мы с ним познакомились Завонку Вот эта песня Я просто помню Дома цветы и окно приоткрыто А вот, кстати 14 лет я слышал Вот опять же, из этого злополучного интервью на ТВ, да? Да, мне 14-15 Еще совсем, наверное, совсем еще Прямо? Да Прямо, прямо Посмотрите, прямо Ну, познакомились просто, как друзья, наверное, были же Или как-то он запал уже и тогда на вас Он сразу запал 14 лет пацану, да? Вам 13 лет? Не, наоборот Не, 14-15 Там уже постарше все 14 лет, ну, да Ну, 16-15, ну, да Восьмой-девятый класс Ага, девятый А, ну, кстати, да, что я уже Вот как раз мы познакомились Первая любовь Ну, да Школьные года Как давно это было, Жеки, да? Не почти В десятом классе? Да Не пустил? Пустил, пришел за мной через час и забрал оттуда Там все серьезно Шаг вправо, шаг влево Расстрел Да Ты такой ревнивый Попытка улицы Самое главное Что мы встретили Марину Куда же я денусь Вествери? По отчеству Валентиновну Марину Валентиновну Почему-то, кстати Ну, мы просто разговариваем сейчас И фамилия-то неправильно у вас Или правильно была? У меня, извините, у меня Три мужа было У меня фамилии-то как На фамильной фабрике Нет, это понятно Почему-то написали Какой они написали? Я даже не помню У меня Базанова Базанова? Ну, не Базанова точно Ладно Нет, не Базанова Базанова Помните, я первый раз Когда я набрал Когда я делал клип Морозовский городок Витек Базанов Подарил ему свой гитар А, вы написали, да Какой отношение Бля, что-то И когда вы сказали Что у вас был твери Базановых Да-да-да Я думал, ну, наверное Все-таки показать его кадре Хоть какую-то фотографию Но у вас и хранились Какие-то фотографии, да? Ну, то же самое Что одноклассника Ну, возьму завтра Ничего так, кроме, да? Самое главное Я возьму альбом И вы там посмотрите Я ничего брать не буду Я просто Вот сниму, да Да мне чего, Господи? Не-не-не-не Не надо Я знаю, как вы сказали Там уже НТВшники взяли, что можно А только НТВ приезжал, да? Больше никто них не было? Нет, РНТВ Я на первом канале была Я на первом канале была РНТВ приезжала Ну, вы сразу сказали, что вы не медийный человек Абсолютно Такого, что... Я всю жизнь медийный человек Поэтому я сейчас что-то хочу Как-то Совершенно быть не медийным Жизнь, по-моему, да? Ну, да Я по жизни такая оторва была Блин, ну что это У меня гастроли по всему миру Это же вообще Сейчас просто хочется Тихо, спокойно торговать цветами И варить мужу борщи Больше ничего не хватит Ну, понятно То есть дети, как бы, да? Есть? Такой вопрос У меня мань Да, крестная дочка Мишкина Он же ее крестил Это уже он пел, да? Крестная дочка Да, да, да Дочка моя И две внучки у меня У меня внучки 16 лет уже, скажи 16 лет будет, например А вот это что такое? Это старое Это полиграф-комбинат детской литературы Тоже такое же, да? Сталинское, наверное, строение еще Хотя, скорее всего, да Потому что вот Легнина Тут же, да, здесь и все А вот смотрите Ей же была первая жена, да? Его официальная Официальная жена Светка, да Светка Почему-то ее вообще То есть она категорически не хочет Она вообще категорически Единственный раз Где-то в интервью проскочила Совсем чуть-чуть Потому что Михаил же говорил Сейчас вот сюда Проверь Да, проверю Берем Сейчас у меня здесь высадится Потому что в магазин А можно тут остановиться? Вот, вот сюда Ну, в карман заезжается Буквально сейчас Да, да Всем привет, дорогие друзья Итак, сегодня у нас 6 июня 2018 года Мы находимся на родине Михаила Круга В городе Твери Мы переночевали ночь в гостинице Теремок Гостиница очень отличная Местечковая Хорошая, приятная Сейчас сделаем небольшой обзорчик Этой гостиницы И пойдем дальше Вот, пожалуйста Есть парковка для гостей Мы идем дальше Вот такой приятный дворик Вот такая гостиница Называется Теремок Все очень приятно Хорошо Комфортно Хорошая гостиница Так входим Так вот мы входим В такой приятный ресепшн Вообще гостиница такая маленькая Когда она построена вообще была Я не вас снимаю Три года Три года ей, да Просто вот мы вчера приехали Поездили туда-сюда Там нет-там нет Потом раз случайно У нас вообще их три Таких, да? Теремка Матер разные Вот это у нас более бюджетно По ценному Ну, кстати, для бюджета Очень удобно и приятно Все есть Вот все есть Да На Скловцово там больше Мировозмерия Готовая 25 Там в стандарт 2,5 стоят Ага Вот такие сувениры, да, у вас? Да А что еще? Рассказывайте Рассказывайте А на московской Там Стандарт 2000 Премьем 2300 Комфорт 2500 А в комфортах Ванна у главы Ну, понятно Здесь просто камин душевая, да? Да На Скловцово там тоже Там люксные большие 45 квадратные Там с каминами С джакузи Понятно Ну, как бы, другая маленькая категория То есть, какие цены вообще От и до От 1700 до 3500 От 1700 до 3500 То есть, самый дорогой Самый дорогостоящий Нормальный Получается всего лишь 3500 Да Где с каминами, с джакузи Какого-то Отлично Будем рекомендовать Люди приезжают в гости Я поэтому Многие Потому что на самом деле Я вот мало сталкивался А вот столкнулся И на самом деле Вот вечером приехали на машину Чтоб машину поставить У нас везде В видеонаблюдение На стоянках Везде прятались Ну, ладно Спасибо Вот такая прятая Сейчас заходим Заходим в номер Номер 5 у нас Небольшой такой Я тут душно Вот такой номер Две кровати Коэзиционер Телевизор Столик Идем посмотрим Ванну Вот такая ванна Нашевая кабина Унитаз Раковина Все присутствует Тут Такой небольшой Там холодильник Не очень работает Шкаф Ну и соответственно Чайник Микроволновка Тут уже есть Все Вот такой Просто у меня все равно Волнение Поймите Я нахожусь с вами Не-не-не-не Я спокоен Но у меня волнение Какое хорошее То есть я все равно Подвкушение Я давно В доме-то хотел Все Вот просто Кто-то говорит Сейчас сначала Это просто Из старого фильма Вот он именно Сейчас вот Пойдет здесь Где-то Сейчас вот Все еще проедет На машине Видит Нормально? Ага Не знаю Этот фильм Просто Михал Круг Несмотря Вот как Вы сидите Сейчас Что-то такое Я потом Его слова Ну Итак Мы сейчас Находимся В Морозовском Городке В знаменитых Казармах Между 48 И 47 Казармой 17 Дело не в этом Вот в этой 48 Казарме В свое время Давал интервью Михаил Круг И он здесь жил Самое любимое место Его было Между 47 И 48 Казармой Так называемая Помойка Вот мы сейчас Находимся Как раз На этом месте Да Где находится Это знаменитая Помойка А где она Находится Мы сейчас Посмотрим Так мы идем По знаменитому Морозовскому Городку Так называемой Помойке Место 48 И 47 Казармой Где до 4 лет Жил Михаил Круг Сейчас Постараемся Найти То место Где было В фильме Двор Пролетарки Казармы Париж Где-то Емщик Едет Там За углом Пьяных Цыган Развозя По домам Да с песней Ибо еще Найти Эту Помойку Да Вот знаменитый Двор Пролетарки Да Неужели Тут люди Живут Двор Пролетарки Казармы Париж Кто-то Левчики Сушит Из форточки Несет Дусту Пролетарские Дворы Детство Общежитием Давно Стали Здесь По меркам Нынешним Детством Тут мы Жили Да и Всех Знали Детство Детство А вот это Тот Роддом В котором Родился Миша Круг По которому Говорят Что сейчас Не существует Переоборудован На самом деле Он есть Вот он Роддом В котором Родился Михаил Круг Где-то Наверное В этой Полоте Вот в этой Церкви Михаил Крестил Свою Крестную Дочь Дочь Марии Базановой Здесь Службу Стоял Сын И Крестная Дочь Простите Я ее Умоля Вот в Этой Церкви Это он Получается В юности С ней встречался Да Это первая Любовь Он все песни Посвящал Первой Девочке Пое И так далее И ей А жена У него Вроде была Еще Марина Тоже Да Первая Жена Марина У него Светлана Официальная Светлана Официальная Жена Светлана А вот Марине Он посвящал Он Первый раз Встретились Ему было 15 И 14 Представляете Потом Она его проводила В армию И через 15 лет Они встретились Вновь У меня даже Есть интервью Сейчас мы посмотрим Когда он Признается Не в любви Ну просто Расскажет На конце Так что Так Первая любовь Она случилась Как у всех Пришла ко мне Нежданно Нежданно Негаданно Все что я видел Вокруг Для меня Показалось Краше Это будет Помнится Всегда Для любого Наверное Человек Продолжение следует... Продолжение следует...